Я Глория Коупленд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Пастор Джордж вернулся, и мы говорим о вашем и моем процветании. Это очень интересно. Это будет интересно, Глория. Мы все полны внимания. Мы сейчас слушаем, что Господь говорит нам. Я очень рад быть с вами эту вторую неделю на этих передачах. Я рада, что ты вернулся. Мы говорим о процветании в тяжелые времена. Мы процветаем на протяжении всего периода. Да. Постоянно. Это международный признак процветания на протяжении всего этого периода. Независимо от происходящего вокруг. Это истина. Независимо от происходящего вокруг, несмотря на состояние мирской экономики, что бы ни происходило, мы всегда процветаем. Да. Какие бы заболевания ни обрушились на землю, мы исцелены. Мы исцелены. Какой бы вид страха ни пытался нас охватить, мы пребываем в вере, потому что у нас есть победа над смертью. Независимо от того, несмотря на происходящее в мирской экономике, мы всегда процветаем, а не выживаем. Да, верно. Мы процветаем. Это потому что Иисус понес наше проклятие. Да, верно. То есть все плохое ради нас, ради вас и меня. Мы единственные, для кого Он мог бы это сделать. Но сейчас нас так много. Мы искуплены от проклятия. Да. А проклятие закона — это все то. Так сказано в Библии. От чего мы были искуплены? Мы были спасены. Да. Итак, мы говорим о жизни в этом мире и о процветании, несмотря ни на что. И это касается не только денег. Это также здоровье. Мы были искуплены от болезней. Всем следует изучить, что такое проклятие, чтобы понять, откуда мы вышли. Великолепная идея. Потому что это потрясает. А также, что такое благословение, чтобы увидеть, куда нас переместили. Второзаконие 28 с первого по 14 стихи перечисляет благословение. Это не сравнится ни с чем другим. Это невозможно объяснить. Но это есть. Абсолютно верно. Аллилуйя. Также хочу напомнить вам, что все наши материалы, тезисы, передачи вы сможете найти на нашей странице в интернете. Найдите их для себя. Скачайте их, изучайте, распечатайте. Просматривайте эти передачи, делитесь этим со своими друзьями, делитесь этим в церкви. Проповедуйте это. Пастор, вы можете использовать эти заметки. И все тезисы, которые мы подготовили, послушайте, их всего 180. Да. 180 дней. Знаешь, я верю, что ты получаешь стократный возврат от того откровения, которым ты поделился на эту тему. Слава Богу. И я хочу сказать вам, Глория, как высоко я ценю то, что вы с Кеннетом сделали не только для меня, но для всего тела Христова. Вы по-настоящему открыли наши глаза и сердца. Спасибо, Господь. На то, что Бог дает процветание и преуспевание своему народу. Мы верим этому. Я помню, много лет назад, когда одно время я путешествовал с братом Кеннетом в служении, это было, когда я только приехал сюда, в это служение. Он выходил на сцену и говорил что-то наподобие, «Это служение призвано к тому, чтобы…» И знаете, я конспектировал. И потом мы приезжали в другое место. «Это служение призвано к тому, чтобы…» И я все это записывал, и это есть у меня тут, в моей Библии. Хорошо. Все, что он говорил о том, к чему призвано это служение, я все это записывал. Один из пунктов, которые мы с вами теперь исполняем на этих передачах в отношении процветания, изучения этой темы, это то, что я однажды услышал от него. Слава Богу. Мы призваны учить законам, которые управляют сверхъестественным изобилием и процветаемым. И мы испытываем это уже многие годы. Да. И мы начали с минус ноль. Вы были в бедственном положении. Мы были в бедственном положении. Да. Но когда мы начали слышать Слово Божье, видеть Слово о процветании, мы его приняли. Мы не глупцы. Возможно, в то время мы многого не знали, но учились. Вы начали в 1967 году. Прошли через определенные кризисы. Да. Через подъемы, спады в мирской экономике. Это правда. Вызовы в этом служении. Но никогда не испытывали недостатка. Да. Этот мир... Это чудо. ...стоит на пороге проблем. Снова. Но мы всегда выходили из этого. Я помню, когда в этом служении образовала задолженность миллион долларов в 1982 году. Мне бы не хотелось это вспоминать. Это было еще додолго 6 миллионов долларов. Это 1 миллион долларов. И тогда брат Кеннет поехал в Арканзас молиться, искать Господа. И Господь сказал ему, отделяй десятину. Да. То есть 10% с доходов этого служения в другие служения. Мы так и сделали. Это был 1982 год. И это десятина работы из того времени. Слава Богу. Мы никогда не переставали приносить, несмотря ни на что. А когда уже в 1988 году мы попали в 6-миллионный долг, мы не прекращали приносить десятину. Не прекращайте отделять и отдавать десятину. Не в вашей личной жизни, не в вашем служении. Это держит небесные окна открытыми. Не в вашем бизнесе. Это поддерживает активность веры Божьей внутри нас. Да, аминь. Это хорошо. Давайте откроем Библию. Я люблю процветание. Вернемся к нашей теме. Знаешь, некоторым людям это вроде бы и не нравится. Не нравится. Я этого не понимаю. Я этого не понимаю. Как кто-то сказал, «Я был богатым и был бедным, быть богатым лучше». Богатым быть лучше. Не знаю, кто это сказал. В любом случае, кто-то это сказал. Я помню, у вас была такая карточка, и на ней была изображена обезьянка. Да, это была обезьянка. Это были слова той обезьянки, она это сказала. Даже обезьянка это знала. Был богатым и был бедным. Быть богатым лучше. Конечно, потому что Бог поместил на землю все это добро, благо. Зачем тогда Он это сделал, если не хотел это для Своего народа? Он хочет, чтобы весь Его народ, чтобы все могли владеть этим. Он хочет, чтобы мы жили в атмосфере Эдемского сада. Да. Он хочет привести нас назад туда, в Эдемский сад, где была Дома. Когда все наши нужды восполнены. Все нужды восполнены. Такова была Его воля. Мы обеспечены Богом для всего. Такова была Его воля и Его желание. Просто Он не мог заставить кого-то долго ходить с Ним. Но я этого хочу. Да, я желаю. Вот я Господь. Я тоже. Хорошо. Итак, Колоссянам, 1 глава, 12 стих, и затем перейдем с этого местописания к изучению нашей второй недели. Благодаря Богу и Отцу, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете. Наследие. Я так благодарен, Глория, что мое наследие не основано на колебаниях этого мирского рынка. Ну да, верно. Когда один день цена растет, второй день падает. Оно основано на Слове Божьем. Оно основано на Слове Божьем. Аллилуйя. 13 стих. Избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Мы там. Мы в Царстве Божьем. Мы там. Мы там. И что нам нужно сделать? Ты должен написать книгу под названием «Мы там». У меня уже есть целый список книг, которые Глория хочет... Хочет, чтобы ты был занят. Чтобы я написал. Аллилуйя. Да. Да. Итак, мы в Царстве Божьем. Но нам нужно обновить свое мышление. Как действовать. Отношение жизни в Царстве Божьем. Вот вам и название книги. Хорошее название. Жизнь в Царстве Божьем. В Царстве Божьем. Как мы действуем в Царстве Божьем. А прошлой неделе мы рассказывали, что когда вы с Кеннетом только-только спаслись, то прошло несколько лет, прежде чем вы по-настоящему начали обновлять свое мышление. Мы какое-то время были очень неведущими. Очень незнающими. Мы мало что знали. Мы фактически были неграмотными. В этом суть. Как в старые времена неграмотные люди. Знаете, Глория тоже был таким. Когда только родился свыше. Мы говорим о духовных вещах. И затем я начал углубляться в духовные вещи. Я родился свыше в 1972 году. И в 1975 году я поступил в университет Орел Робертса. Я впервые услышал, как брат Кеннет проповедует. Вот когда истинная глубина Слова Божьего начала проникать в мою жизнь. И тогда я начал переживать настоящие изменения. Слава Богу. Из его послания я узнал, что болеть не является волей Божьей. Божьей для меня. Я узнал от него, потому что там, откуда я пришел, мое прошлое. Духовное прошлое. Да. Всегда был этот вопрос. Ну, знаете, возможно, Бог... Может быть, это была воля Божья для вас, что вы заболели? Нет. Это могло быть Божьей волей. Я узнал это через откровение. И мы должны развиваться в этом. Именно для этого наши передачи. Не только наши с Глорией, но я думал обо всех передачах «Победоносный голос верующего». В общем, о том, как Бог спланировал это и запланировал, чтобы они помогали людям обновлять их мышление. И они знали, что им по праву принадлежит. Верно. Ежедневные передачи... Как долго мы на телевидении? Ежедневные передачи начались в 1988 году. 88-й. А воскресные передачи этого служения начались в 1979 году. Мы выполняем свою часть. Мы уже долгое время. И мы не должны быть подчинены тому времени. Не подчиняемся. Сложному времени, в котором мы живем. Мы не подчиняемся. Мы не находимся под властью, правлением и контролем этих сложных времен. В конкретном случае, со стороны спада экономики. В каком бы состоянии экономика ни находилась. Мы, граждане Царства Божьего. Вот где мы сейчас находимся. Иисус молился за нас в 17 главе Евангелия Теана молитвой «Отделение». Я освящаю вас. Я отделяю вас от этого мира. Вы в мире, но не от мира. Так что мы отделены от этого мира. Слово Божье отделит вас. Слово Божье отделит нас от этой мирской системы. Слово Божье отделит нас. Слово Божье отделит нас. и чтобы в этот момент не происходило финансовой сфере вашей жизни бог хочет чтобы вы были по настоящему гражданином и обитателем царства божьего он хочет что вы были в верху а не внизу вы были головой не хвостом вам необходимо быть на таком уровне когда вы знаете без тени сомнения что несмотря на то что происходит на рынке в сфере экономики несмотря на то что происходит вокруг вопреки всему вы процветаете вопреки всему совершенно верно и мы здесь чтобы свидетельствовать что это произойдет если вы будете это делать хорошо давайте теперь вернемся к книге бытия 26 главе мы будем в следующие несколько дней тщательно разбирать пример человека который столкнулся с экономическим спадом и сильным голодом в той земле в которой он жил однако он стал самым богатым человеком в мире и это исак я слышал как брат кеннет говорил об этом мы тогда были в брэнсоне в церкви кейта мура и кстати скоро будет еще одна конференция брэнсоне я помню как брат кеннет в тот вечер говорил об этом он говорил именно об этом месте писания об исаке во время голода бытие 26 глава я раньше об этом не задумывался но исак стал самым богатым человеком в мире знаете на днях я написал это в интернете знаете я видел это в прошлогоднем форбсе список да я тоже там был хорошо я вижу там себя вижу там себя и знаете я смотрел на разные фотографии людей и миллиарды долларов которые за ними стоят это интересно интересно просматривать все это и знаете я художник и я взял ручку и нарисовал квадратик над парнем номер один я рисовал это найти я нарисовал исака я понимаю номер один самый богатый человек в мире исак стал самым богатым человеком в мире и он пожал стократно урожая посреди сильнейшего экономического спада слава богу это значит жить жизнью царство божьего это бытие какой номер 6 глава бытие 26 сейчас мы начнем с первого стиха также разберем 2 3 стихи завтра но в самом первом стихе есть нечто что мы должны рассмотреть сегодня мне интересно сказано был голод в земле подумайте сверх прежнего голода который был во дне в рама и пошел иса к вимелеху царю филистинского в герар и так у них был еще голод до того да а теперь снова голод и я допускаю что они так из него и не вышли это тяжело это очень тяжело да это было не жили в плохой экономической ситуации да скажем это так экономика была в ужасном мы такого не видели мы не видели я хотел сделать следующее я хотел сказано да продолжать меня тут на полях интересные вещи я написала в своей библии сильный голод что означает это слово недостаток недостаток крайний недостаток иногда мой почерк меня останавливает я не могу прочитать это недостаток крайний недостаток это есть сильный голод крайний недостаток крайне просто недостаток а крайне знаете я посмотрел несколько определений слова голод одно из них было крайний недостаток, острая нехватка, и серьезнейший экономический спад. Так что в то время они находились в чрезвычайно серьезном положении. И тут я вспомнил одну вещь, я вам это прочитаю, Глория. Это пророческое слово, которое брат Копланд высвободил 6 августа 2010 года на Юго-Западной конференции верующих. У этого мира серьезные проблемы, но для Дома Веры, и для того, кто крепко держится моего слова, все будет хорошо. У этого мира серьезные проблемы. По всему миру в разных местах грядут тяжелые события. Это так уже сейчас, и положение не станет лучше, эти события будут становиться все хуже и хуже. Этот мир катится вниз и не может остановиться, но для Дома Веры все будет хорошо. Вам нужно будет занять позицию, вам нужно будет подвязаться к добрым подвигам мира. Когда это было сказано? В 2010 году. В 2010-й. И вот мы тут, 7-8 лет спустя, он сказал, что происходит тяжелое потрясение, и ситуация не будет улучшаться. Вы должны занять позицию, твердую позицию. Вы должны занять позицию. И поступать по Слову Божьему, исповедовать Слово, верить Слову. Да, посреди всего этого беспорядка. Мы должны это делать в такие времена, как эти. Не иметь страха. Это трудные времена для людей, которые либо не знают Бога, либо не знают откровения Слова Божьего. И мы как раз здесь для этого. Мы здесь, чтобы в такие времена вы могли познавать Бога, и чтобы вы познавали Его Слово. Чтобы вы знали, что сказано в Его Слове. И вот что я хотел сделать, Глория. Я хотел быстро рассмотреть то, что Библия говорит о голоде и о нас. Как у нас идут дела в голод. Так что посмотрите наши заметки. Вы можете увидеть все эти места Писания. Для нас это важно видеть. Итак, первое место это Иова 5.20. Мы говорим о том, что в Слове Божьем сказано о голоде. В книге Иова 5.20 сказано. Во время голода, и через минуту мы прочитаем, как это звучит в другом переводе. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. Во время голода избавит тебя от смерти и на войне от руки меча. Слава Богу, это хорошо. От бича языка укроешь себя и не убоишься опустошения, когда оно придет. Опустошению и голоду посмеешься. Да. Мне это нравится. Мы смеемся в лицо разрушения и голода. Почему? Потому что мы одерживаем победу над этим. Это есть победа. Победивший мир. Вера. Вера. Наша. Наша. Слава Богу. Да, вот что это такое. Вот что это такое. Думаю, я уже в восторге. Слава Богу. У нас есть преимущество. Однажды на конференции верующих у брата Кеннета была серия проповедей на тему веры. Он назвал ее так. Вера. Преимущество верующего. Мне это нравится. Я этого не помню. У нас есть преимущество. Это хорошо. Вера. Ему можно смеяться. Преимущество верующего. Вера. Преимущество верующего. Это была бы хорошая книга. Тут наметилось еще одна хорошая книга. Вера. Преимущество верующего. Преимущество верующего. Хорошо. Мне это нравится. У нас в тезисах написано Псалом 32, 18. Вот. Око Господне над боящимися Его. И уповающими на милость Его. То есть на Его неприходящую любовь. Что Он душу их спасет от смерти и во время голода пропитает их. Слава Богу. Опять же, что бы ни происходило вокруг нас, независимо от происходящего, Слово Божие поднимает нас, и мы искуплены от голода. Псалом 36, 18-19 стихи сказано. Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютой и во дни голода. Будут сытны. Долготой дней насыщи Его. Долготой дней. И тут сказано, что Он насытит нас в голод. Мы будем сыты в голод. Мы сыты. Аллилуйя. Сыты. Насыщены. На иврите это звучит так. Быть насыщенным. Означает иметь достаточно. Быть наполненным. Иметь много. Много. Независимо от происходящего. Глория независима от происходящего в экономике. Мы всегда насыщены. Сыты. Верно. Мы всегда имеем достаточно. Совершенно верно. В одном из переводов сказано, и даже во время голода у них будет более чем достаточно. А на иврите это звучит так. Это потрясающее писание. Он снабдит так, что больше уже будет не нужно. Слава Богу. Слава Богу. И в последние несколько минут. Книга-притч. Это у вас на второй странице. Притчи 10.22. Благословение Господне. Оно обогащает. И печали с собой не приносит. Во время голода мы не просто выживаем, мы процветаем. Аминь. Мы цветем. Благословение Господне работает для нас все время, особенно в тяжелые времена. И мы процветаем в эти тяжелые времена. В определении процветать... Мы так и делаем. Это великолепно. ...приуспевать, цвести, быть успешным, продвигаться, активно расти, переживать умножение в вещах, имуществе и качестве. Во все времена. Во все времена. Независимо от всего. Именно это мы и узнаем об Исааке. Слава Богу. Это замечательно. И узнаем в следующие несколько дней. Мы будем свидетелями, как человек по имени Исаак, несмотря на сильный голод, пережил умножение в вещах, в качестве жизни, в имуществе. Да. И мы скоро увидим, как Исаак бросил вызов экономическому спаду. Верно. Мы не получаем информацию с Уолл-стрит, из газет, из каких-то журналов. Да. Мы получаем информацию из Слова Божьего. Слова Божьего. И мы процветаем. Да, Глория. Мы процветаем. Слава Богу. Мы процветаем в это время. Даже в тяжелые времена. Мы процветаем. Так Господь утешит Сион, утешит все развалины Его и сделает пустыни Его, как рай. Нашу пустыню, как рай, и степь Его, как сад Господа, радость и веселье будет в нем. Слава слой и песнопения. Я на этом закончу. И последней будет цитата пастора Билла Уинстона. Хорошо. Из серии проповедей здесь, на передачах «Победоносный голос верующего». Пастор Билл сказал так. Если Царство Божье действует для вас, оно действует над системой этого мира и вопреки системе этого мира. Это хорошо. Это, брат Билл, мне это нравится. Отец, мы благодарим тебя за то, что мы процветаем и цветем в эти экономические времена. Спасибо тебе, Иисус. И точно так же, как и Исаак, который пожал стократный урожай посреди голода. Точно так же и мы. Верно. Точно так же и мы пожинаем. Мы способны это сделать. Мы принимаем это во имя Иисуса. Слава Богу Богу. Джордж, это так хорошо. Хороший старт на этой неделе. Да. Ты заложил для нас хорошее начало. Ничто не сравнится со Словом Божьим. Слава Богу. Если кто-то из вас слушает нас впервые, вникайте вместе с нами, возьмите Библию, записывайте места Писания. Они для вас. Они для вас так же, как и для Джорджа, для меня. Они для всех, если вы верующий. Если вы не верующий, примите Иисуса Господом в своей жизни, и вы получите реальную помощь. Мы с Джорджем сейчас вернемся. Мы обновляем наше мышление в отношении того, что нам принадлежит. Потому что Бог хочет, чтобы мы думали на более высоком уровне. Он хочет, чтобы мы думали на уровне Адама, который был в Эдемском саду. Хорошо. Это сказал доктор по процветанию. Понимаю. Он хочет, чтобы мы думали так, как думал Адам в Эдемском саду. Он хочет, чтобы у нас был ум Христов, чтобы мы могли видеть его обеспечением. Бог хочет обеспечиваться. Безусловно. Он хочет быть источником всех наших нужд. Мы просто приходим в согласии с ним. Конечно. Он сказал в Исаии 1.19. Если захотите, если захотите исполнять, если послушаетесь, захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли. Он сказал это Израилю. Поэтому, если они хотели вкушать благо земли, они должны были захотеть и послушаться. Если они собирались проявить желание и послушание, им нужно было слушать то, что он говорил. И исполнять это. То же самое и с нами. Процветание не является естественным. И даже если богатые процветают, у них нет радости, у них нет мира, сопровождающей процветание. У них нет спасения. У них не получится уйти на небеса после смерти, если они не примут Иисуса Господом в своей жизни. Что хорошего в жизни, если вы думаете, я могу на следующий год умереть и пойду в ад? Я имею в виду, что такая жизнь не очень хороша. Но вы можете быть богатыми и жить в мире Божьем. Да. Это желание Бога. Вы делаете это по слову Божьему. Когда каждая ваша нужда может быть восполнена, несмотря на тяжелые времена вокруг. Будь то общий экономический спад или что-то происходит в вашей личной жизни, Иисус развернет это на 180 градусов. Если мы применяем принципы Слова Божьего, если мы стоим на Слове Божьем, если мы прилипляемся к Слову Божьему, исповедуем Слово Божье и публично провозглашаем то, что нам принадлежит в Иисусе Христе, тогда мы лишим силы то, что делает эта мирская система. Потому что мы принадлежим Царству Божьему, и мы от Царства Божьего на этой земле. Мы действуем в Царстве Божьем, живя на этой земле. Да. А действуя в том Царстве, мы действительно ходим на уровне божественного процветания посреди голода, кризиса. То же самое касается сферы защиты. У многих, кто смотрит нашу передачу, родственники, сыновья, дочери, племянники, племянницы, братья, сестры, находятся на военной службе. Они в разных частях мира. В сложных частях. И мы просто должны знать, как жить в сверхъестественной защите посреди всего происходящего. На основании местописания, которое говорит, что ни одно орудие, сделанное против меня, не будет успешно. Это одно из местописаний, о котором я впервые узнал, когда попал в это служение. Ни одно орудие, то есть оружие, сделанное против меня, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться со мной на суде, я обвиню. Мы должны узнавать, как жить, будучи гражданами Царства Божьего, на этой земле, насаждая Эдемский сад, куда бы мы ни шли. Мы должны узнать, чтобы все, куда мы идем, все, чего мы касаемся, расцветало. Где бы мы ни были, чтобы мы могли находиться в защите Божьей. В какой бы толпе мы ни находились, чтобы защита Божья окружала нас. Совершенно верно. Мы должны верить благословению Господне и принимать Его. Да. Говорить слова благословения. И ходить в благословение, чтобы мы процветали в любой ситуации, в любой фазе экономики. Мы делаем это уже много лет. Возможно, у вас было даже больше долгов, чем у нас. Думаю, у вас могло быть больше долгов. Но когда мы начинали, у нас ничего не было. Мы были в долгах. Мы ничего не знали. Но потом мы встали на основание этого слова, слова Божьего, и начали узнавать о Царстве Божьем, о том, как жить, как принимать веры. Все изменилось. И все изменилось. Через 11 месяцев мы освободились от долгов. Мы тогда еще не проповедовали на больших собраниях. Никто тогда еще не знал, кто мы такие, всем было безразлично. Но это работало. Работало. Мы верили Богу, и мы выбрались из долгов. Когда увидели местописание, Римлянам 13.8. Один из ключей, чтобы выбраться из долгов, это прекратить брать взаймы. Да, брать взаймы. Это большое дело. Этого достаточно. Аллилуйя. В то время вы с Канантом думали, как же тогда у нас вообще что-либо получится, и что будет? Нам нужна была машина, нам нужен был дом, продукты питания. Нам приходилось верить Богу обо всем. У меня даже не было холодильника в тот момент, когда мы начинали здесь и в Талсе. А когда мы жили в Литл Рок, я клала еду в картонную коробку на крыльце, потому что там было холодно. Но Бог... Мы дали Ему возможность работать. И Он работал. Он всегда работал. Он всегда будет так делать. Он верный. Да. Вы приняли это решение относительно свободы от долгов. И сверхъестественно выбрались из них за 11 месяцев. Вы можете выбраться из долгов сверхъестественным образом, если будете верить Богу. Если узнаете, как ходить сверхъестественно. Об этом мы как раз и говорим. И у нас не было... У нас не было никого, кто бы учил этому. Мы не слышали, чтобы кто-то об этом учил. Да. Мы просто увидели Писание, где было написано, что не нужно быть должным никому. И мы к этому времени уже постановили, что должны ходить и исполнять то, что говорит Слово Божье. Так что мы поставили это себе целью. Это было как... Кто это был? Иаков. Исаак. Кто-то из них, где сказано, что он пошел в землю незасеянную. Мы так и сделали, и мы вошли в незасеянную землю. Но это сработало, потому что это было Слово Божье. И вместо того, чтобы думать... Ну, знаете, не зная чего-то, вы можете подумать, если я так сделаю, у меня никогда ничего не будет. У меня никогда не будет дома, у меня никогда не будет хорошей машины. Да, верно. У вас будет все, если вы примете Божью систему. Потому что вы не подчиняетесь естественному миру. В сфере сверхъестественного. Прямо посреди естественного мира. Конечно. И мы можем применять принципы Слова Божьего и можем видеть, как к нам приходит урожай. Мы можем видеть, как в нашей церкви происходит сверхъестественная отмена долгов. Мы можем видеть сверхъестественное обеспечение там, где у нас раньше никогда не было сверхъестественного обеспечения. Боже мой. Бог хочет снабжать нас. Бог хочет обеспечивать нас. Я думаю, может, ты мне скажешь... Я сейчас думаю о нашем положении. Мы начали с ничего. И потом, когда мы начали продвигаться, Господь сказал нам выйти на телевидение. У нас по-прежнему не было лишних денег. Но Господь помогал нам. И, по-моему... Но ты только не цитируй меня. Мне кажется, мы потратили около 40 миллионов на телевидение. На покупку времени для передач. Это было уже давно. Так что подумай, Джордж, какое это было чудо. И никаких долгов. Никакой нехватки. Никакого недостатка. У нас не было долгов. То решение, которое вы приняли в 1967 году, по римлянам 13.8, фактически перешло на служение. В том, что касается долга. И вы сохранили миллионы долларов, не беря в долг и не платя процентов. Кто-то подсчитал, что если бы мы взяли займ на телевизионное время, на здание и тому подобное, то процент составил бы около 40 миллионов. Миллионы бы умножились, Глория. Разве не удивительно, что когда вы просто исполняете то, что говорит Бог, вы видите, какой он умный? Послушание. Вот в чем ключ. Послушание. Именно об этом мы как раз и говорим, когда разбираем жизнь Исаака. В 26 главе книги «Бытие». Я прихожу в восторг. Да, я тоже. «Был голод в земле». Это первый стих. «Сверх прежнего голода, который был во дне Авраама. И пошел Исаак к Авимелеху, царю Филистимскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Странство по сей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомство твоему дам все земли сии и исполню клятву мою». Я обязательно благословлю. Обязательно благословлю. Четвертый стих. «Умножу потомство твое». Я в 26 главе «Бытие». «Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомство твоему всей земли сии, благословятся в семени твоем все народы земные, за то, что Авраам, отец твой, послушался глаза моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Шестой стих. И Исаак поселился в Гераре. Он не пошел в Египет. Да. Ключ к процветанию в те времена – послушание. Бог это все сделал. Послушание. Он это сделал, потому что… Да. Пятый стих. «Авраам послушался». Послушался. «Глаза моего» и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать. Мы ходим этим же путем долгое время. Не только в том, что касается финансов, но и относительно исцеления всего остального. Если мы послушны, мы получим. Мы будем ходить в благословение, исцеление, процветание и мире во всех благах, что относятся к процветанию. Только если они будут послушны. И тогда, в 1967 году, мы решили, что мы будем послушны. И мы ничего не упустили. Но мы сказали, что бы это ни было, мы это сделаем. Очевидно, что Исаак сделал то же самое. Он принял решение. Он собирался уходить в Египет, в другое место. Но Бог сказал, оставайся здесь. Исаак принял это решение. 12 стих. Посмотрим на результат этого решения. «И сеял Исаак в земле той». «И получил в тот год». Какой год? В год, когда был голод. Во сто крат. Видите? Обстоятельства не имеют к нам никакого отношения. Да, верно. Вы попали прямо в точку. Естественное. Естественное условие. Не имеет ничего общего с благословением Господним в вашей жизни. Благословение. У меня здесь на полях написано «позволило». Оно позволило ему процветать в любой ситуации. Наделило силой. Наделило силой. Хорошо, правда? В любой ситуации. Благословение работало в его жизни. Он был в правильном месте, в правильное время и делал правильные вещи. Был там, где Бог хотел, чтобы он был. Он благословил его. Господь благословил его. Именно там. И это позволило и дало ему сил процветать, независимо от происходящего. Разве это не замечательно? Бог хотел, чтобы во всем регионе произошли изменения. В голод он давал процветание. Он хотел избавить людей от голода. И ему нужен был кто-то, кто был бы в самом эпицентре. Ему просто нужно было, чтобы кто-то исполнил то, что он сказал и послушался. Я это подчеркиваю. Да. Но мы нуждаемся в нем. И он нуждается в нас. Прямо здесь. Он нуждается в нашей вере, когда мы верим ему. Сейчас. И посреди всех этих событий, которые происходят. Да. Мы не убегаем и не прячемся. Мы позволяем нашему свету сиять. Посреди любых обстоятельств. Будь то финансовые трудности в стране, будь то какой-то вирус, как Эбола и так далее. Что бы это ни было. Террористические угрозы. Богу нужен народ здесь и сейчас. Народ сильный и смелый. Чтобы принять то, что им принадлежит. Народ, который займет положение для защиты. Я верю, что тот факт, что мы сейчас здесь, это ключ. Церковь является ключом. Потому что основываясь на пророческом слове, которое пришло через брата Кеннета в 2010 году, я верю, что грядут серьезные времена. И я верю, что церковь должна подняться и быть местом укрытия. Да. Куда могли бы спрятаться люди. И они могли бы узнать, как верить Богу. Как жить наверху, а не внизу. Как быть головой, а не хвостом. Аминь. Их нужно будет научить, как сеять во время голода. Как это делал лысок. Свободные от долгов люди. Свободные от долгов люди. Я восхищен. Давай, Джордж, приходи волнение. Народ, который примет этот переход богатства в конце времен. Я добровольно вызываюсь. Я вас убираю. Аллилуйя. Конечно. Конечно. И Исаак сеял во время голода. Интересно, Исаак сеял в такое время, как голод. Засуха. Если бы вы сеяли, вы бы подумали, что голод, я лучше припрячу свои семена. Я сохраню их. Да, вам скажут, лучше припрятать свои семена. Это касается естественной сферы. Нет, нет, нет. Это неправильно. Бог сказал ему сеять в той земле. Естественная ситуация выглядела плохо. Как раз то, о чем мы с вами говорили на днях. Мы говорили о различии между откровением и информацией. Хорошо, что ты поднял этот вопрос. Информация говорит, чтобы вы не сеяли во время голода. А откровение говорит, сей и пожнешь сто крат. Да. Это хорошо, Джордж. Мне это нравится. Исаак так и сделал. Он посеял и пожал сто кратный урожай. А в обычное время, я исследовал этот вопрос, в Гераре урожай составлял от 25 до 50 крат. Любой меры. Бушелей. Крат. От 25 до 50 крат. И это был достаточно высокий урожай для того региона. А тут, представляете, сто кратный урожай во время голода. Он удвоил. Он удвоил норму во время голода. Удвоил норму во время голода. Да. Слава Богу. И это сделаем мы. Мы сможем удвоить норму во время голода. Слава Богу. Имеет значение, что происходит вокруг нас. И Исаак является великолепным примером этого. И сказано, что стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. И филистимляне стали завидовать ему. Да. И мне это нравится, как брат Кеннет говорил об этом. Он стал самым богатым человеком в мире. И он изменил весь тот регион. Вот несколько заметок, Глория. Это на второй странице ваших тезисов. Мы завершим этим. Исаак стал богатым человеком в разгар голода. И его богатство продолжало расти. Тут сказано, он стал великим. На иврите это звучит так. Он пережил умножение, он продвинулся, он прогрессировал, стал очень большим и преуспел. Он возвысился. Это описывает нас. Посреди всего происходящего вокруг нас мы переживаем умножение. Скажите, я переживаю умножение. Я преумножаюсь. Я прогрессирую. Я прогрессирую. Я возвышаюсь. Я возвышаюсь. Так, это звучит на иврите. Благодаря благословению, которое на нас... И сказано еще, он стал великим человеком. Дословно, и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того, что стал весьма великим. Он стал весьма великим. Я посмотрел, весьма великим на иврите. Это значит быстро, со скоростью, стремительно. Это произошло быстро. Это место Писания. Мы, кажется, о нем уже немного говорили. Но благословение, благословение Господне, оно обогащает. Да. И печали с собой не приносит. Да, верно. Оно несет богатство, и все хорошее. И все хорошо. Это благословение Господне. Благословение Господне. Это благословение большое, оно огромное. Это благословение не только в деньгах, но и в здоровье, и в мире. У вас может быть много денег, но не будет мира, и вы останетесь на прежнем месте. Массивно. Но оно всеобъемлющее. Благословение Господне, оно обогащает. Нет печали. Несмотря на происходящее вокруг, несмотря на то, что они делали, они постоянно закапывали его колодец. Он выкапывал колодец, они его засыпали. Он снова выкапывал колодец, а они снова его засыпали. Но Исаак продолжал двигаться. Он не обращал внимания на то, что говорят средства массовой информации, на то, что говорят критики. Они неправильно к нему относились. А он продолжал процветать и расти. Он продолжал поступать по слову. Я помню, как об этом говорил Брат Кеннет. По слову Божьему. Он продолжал поступать по слову Божьему. А Брат Кеннет сказал еще в Брэнсоне, в прошлом году на конференции. Он сказал, Исаак стал самым богатым человеком в мире, и его дом был больше, чем дворец Авимелеха. Мы знаем, что злило. Вот что их так злило. Вот почему они так сердились на него. У него было множество всего. Тут сказано, у него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. Так что корпорация Исаака быстро росла, благодаря благословению. И Исаак изменял окружающий регион. Я прочитаю кое-что, Глория. Это выдержка из книги Брата Копланда «Благословение Господне». У вас должна быть эта книга. Вы можете заказать ее на нашем сайте. Но сказано, что благословение Господне, оно обогащает и печали с собой не приносит. Это написано в книге притча 10.22. И вам нужно прочитать также эту книгу Брата Копланда. Вот что я хочу прочитать. Благословение обязательно будет создавать вокруг нас условия Эдемского сада. Так же, как оно делало это для израильтян в земле обетованной. Фактически, оно будет делать для нас больше, чем делало для них, потому что мы несем благословение внутри себя, куда бы мы ни шли. Исаак нес благословение с собой посреди голода. Мы можем сесть на самолет и нести с собой благословение. И помешать террористу направить самолет в какое-то здание. Мы можем востребовать этот самолет для Евангелия и создать Эдемский сад прямо там, посреди коммерческого рейса. Мы можем это сделать. Тут сказано, мы несем благословение внутри себя, куда бы мы ни шли. Бог может послать нас самое трудное, заросшее колючками, зараженное бесами место. И мы можем идти туда с радостью. Нам не нужно спорить с Богом об этом. Нам не нужно жаловаться или волочить ноги. Исаак не жаловался. Он пошел именно в такие условия. Он сказал, мы можем пойти в вере, зная, что Бог направляет нас не для того, чтобы мы жили в нищете, но чтобы высвободить благословение, которое находится внутри нас. Чтобы превратить этот темный уголок мира в место, где течет молоко и мед. Прокоплант, вы непрактичны. Есть места, где благословение не будет работать. Вы шутите? Вы шутите? На какой это странице, Джордж? Я пока не вижу, что там за страница какая-то там. В какой книге? В книге «Благословение Господне». В любом случае. Я должна поискать. Брат Коплант, вы непрактичны. Есть места, где благословение не будет работать. Если они есть, то я их никогда не видел. Я посетил много мест. Я видел, как благословение Господне работает повсюду. От диких мест Африки до урбанистических джунглей Америки. Я получил водительство сказать вам это прямо сейчас. Можете про себя думать? О, нам нужно уехать из этой страны. Нам нужно уехать отсюда. Нет, во-первых, вам нужно слушать Бога. Если Он говорит вам остаться, значит, ваше благословение будет именно там, с вами. Там, где Он скажет вам быть, там и будет благословение Господне. Точно так же, как Он сказал Исааку, не идти в Египет, а остаться в той земле во время голода. Не идите в Египет, а останьте здесь. И Бог изменил весь вид Израиля. Да. И если вы хотите ходить в благословении, вы должны, как кто-то сказал, расти там, где вас посадили. Да, верно. Вы должны идти в правильное место. Или если вы находитесь в правильном месте, оставайтесь там. Иначе говоря, вы должны слушаться Бога. Он знает, где ваше благословение. И если вы будете проводить время с Ним и в Его слове, Он скажет вам, где это. Он скажет вам, если вам нужно куда-то поехать. Говоря наше время подошло к концу, но у меня есть водительство сделать это прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, я молюсь за людей, которые ищут тебя, у которых вопросы, что им делать. Да, Господь. Относительно того, где им жить. Покажи им, что они должны сделать. Покажи им, должны ли они остаться, или же они должны переехать. Или они должны быть именно там, где они сейчас находятся, потому что там, где есть послушание, там будет и благословение Господне. Отец, я благодарю тебя за то, что ты им показываешь. И мы верим, что получаем это идеальное направление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Аминь. Мы начали говорить об Исааке, который начал жить в Гераре во время засухи. И о том, как Господь сказал ему остаться именно в Гераре, в разгар ужасного голода. Да. И он является для нас примером того, как должны выглядеть мы здесь, живя в наше время. В этом месте. Несмотря на экономику. Мы процветаем, несмотря на происходящее вокруг нас. Несмотря на состояние экономики. Мы не просто выживаем в эти времена. Мы процветаем. И мы продолжаем переживать умножение, расширение и становимся все больше и больше. И мы узнали, что, во-первых, Исаак был послушен Богу и остался именно там. И в книге «Бытия» в 26 главе 12 стихе написано. «И сеял Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во сто крат». Это говорит нам, что не имеет значения, что происходит в этом мире. Не имеет значения. Имеет значения, что происходит внутри нас через Слово Божье. Аллилуйя. Хорошо. Подождите минутку. Не имеет значения. Не имеет значения, что происходит в этом мире. В этом мире. Имеет значение. Хорошо. Не имеет значения, что происходит внутри нас. Имеет значение, что происходит внутри. Внутри нас через Слово Божье. Аллилуйя. Внутри нас через Слово Божье. Возможно, вы удивляетесь, зачем он это все записывает. Потому что мы сейчас ведем предварительную запись, а потом уже подготавливаем тезисы с этими глориизмами, высказываниями норием. Это замечательно. Оно мне нравится. Они потрясающие. Это Слово Божье внутри нас. Не имеет значения, что происходит снаружи. Слово Божье изменит то, что происходит снаружи. В 1967 году мы с Кеннетом переживали период голода. И я не знаю, как обстояли дела у других, но у нас было время голода. У нас ничего не было. У нас была старая реставрированная мебель, старая мебель, которая его маме больше не была нужна. У нас не было денег. Нам нужна была одежда. Мы были в долгах. Мы были в долгах. И именно тогда мы услышали Слово Веры. Я как раз собирался это сказать. Вы тогда услышали проповеди брата Хейгена на тему... Да. Мы начали говорить. У вас может быть то, что вы говорите. И тогда вы с братом Коплендом начали говорить верой. И поправьте меня, если я ошибаюсь. Но очевидно, вы слышали эти проповеди в доме Нонни, мамы Каннет. Это были большие бобины. Да, это были бобины с учением брата Хейгена. Такие здоровые бобины. Я знаю, там я впервые это услышала. А потом мы, по-моему, переехали в Талсу, и он проводил десятидневные семинары. Думаю, раз в квартал. И их проведение совпало с нашим пребыванием там. Не думаю, что он делал это очень длительное время. Но мы ходили на каждое собрание. Десять раз утром и десять раз вечером. Было морозно, и шел снег. Но тем не менее, вы ехали туда. Мы всю дорогу туда скользили, но не пропустили ни слова. Значит, в 1967 году вы обновили свое мышление в отношении Слова Божьего и жизни в Его Царстве. Вы узнали, что вы были избавлены от власти тьмы, от бедности и введены в Царство Божье, в Царство Его Ослабленного Сына, где вы теперь живете как жители Царства, как граждане Царства Божьего. Мы живем там уже какое-то время. И вы действуете согласно небесной экономике, живя здесь на земле. Мы были отделены от этой мирской системы. Слово отделит вас от болезни и немощи. Оно отделит вас от нищеты. Оно отделит вас от всего проклятия. Если вы хотите узнать, от чего вас отделили, посмотрите на список проклятий. Во Второзаконии 28. А затем посмотрите на благословение. Вот где вы находитесь. Благословены при входе и при выходе. Благословены в городе, благословены в поле и так далее. Все, к чему мы прилагаем в свои руки, благословенно. Я верю этому. Это есть во Второзаконии 28. Хорошо. И мы читаем здесь об Исааке. В 12 стихе написано. «И сеял Исаак в земле, то и получил в тот год вещь меня во сто крат. Так благословил его Господь и стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше до того дня, что стал весьма великим». Он был не просто великим, он становился еще более великим. Очень богатым. Он становился, становился все более и более великим. И он действительно стал, и это написано в Хумаше, он стал самым богатым человеком в мире. Тут сказано, что у него были стада овец и крупного скота, у него было много слуг. И послушайте, все это в разгар голода. Все это произошло в разгар голода. Несколько минут назад мы общались, и там сзади я заметил мелькнувшую фигуру. Да. У входа в студию, это был Брат Копланд, он вошел. Ему нужно было что-то записать, но он поговорил с нами. Хорошо. И я законспектировал. Брат Копланд сказал, «Самый богатый человек в мире является самым опасным человеком для царства тьмы». Он сказал это, и еще добавил, «Когда Исаак туда пришел, то благодаря ему все стало меняться». Благословение Господне. Благословение было на него. Благословение Господне было в его жизни. Благословение Господне текло через него, и оно влияло на ту территорию. Колодцы с водой выкапывались. Голод начал отступать. Он отступал и отступал. А другие думали, что время голода закончилось. Да. Стали завидовать Исааку. И брат Копланд начал говорить об этой зависти, что потоки зависти устремились на Исаака. Мне это нравится. Окружающие завидовали ему. Из-за того, что его дом был больше дворца царя Авимелеха, который жил в той местности. И вот эта зависть, эта ревность начала просачиваться. Благословение ушло с Исааком. Поэтому, когда Исаак ушел оттуда, голод начал возвращаться, как он был раньше в той земле. Он вернулся туда, когда благословение ушло. Когда благословение ушло вместе с Исааком. А Исаак пошел в другую сторону. И, как сказал брат Копланд, он обнаружил подземный источник, выкопал колоди из живой воды. Это было водоносное слово, как он его называл. Там было очень много воды. И брат Кеннет сказал еще, «Зависть принимает глупые решения». Исаак выкапывал колодцы, а они снова их засыпали. Разве не так? Они снова их закапывали, верно? Да. Исаак выкапывал колодец обратно. А он выкапывал колодец, чтобы добыть воду, а его враги засыпали этот колодец. И ему завидовали. Зависть. Завидовали. И брат Копланд еще сказал, «Голод был побежден благодаря благословению Господню». Голод был побежден благодаря благословению Господнему, действующему внутри Исаака. И сказанное им приводит нас к тому, о чем мы будем говорить сегодня. О том, что Исаак стал знамением благословения, символом благословения. Итак, мы являемся представителями благословения Господня. И вот что будет происходить. Я еще раз прочитаю пророческое слово, которое Бог дал через брата Коплан до 6 августа 2010 года на конференции верующих. У этого мира серьезные проблемы. Но для дома веры, и для того, кто крепко держится моего слова... Да, все будет хорошо. Все будет хорошо. У этого мира серьезные проблемы. Это пророчество, верно? По всему миру в разных местах грядут тяжелые события. Это пророчество. Они и сейчас такие, положение не станет лучше. Эти события будут становиться все хуже и хуже. Этот мир катится вниз и не может остановиться. Но для дома веры все будет... Все будет хорошо. Хорошо. Все. Вот ваша копия. Все будет хорошо. Хорошо. Обратите внимание на пятый пункт. Это приводит нас к тому, о чем мы будем говорить сегодня. Там сказано. Ваше время пришло. Сейчас ваше время отличаться. Сейчас ваше время, чтобы делать огромные, чрезвычайные дела в мире финансов, в мире медицины и во всех сферах, где этот мир в таком отчаянном положении так запутался, что они не в состоянии понять, насколько они на самом деле запутались. Им больно, и они из-за этого плачут. Но для тех, кто обитает в доме веры, все будет хорошо. Например, Эбола. Да. У нее нет лечения. Но Слово Божие имеет лечение от всего. У Слова Божьего есть лекарство от этого. Потому что Иисус понес Эболу за нас. О, да. Чтобы не пришло. Он понес за нас все наши грехи, все наши болезни и немощи. За вас и за меня. Все это ради людей, за людей, за любого, кто примет его. Именно так? Да. У нас здесь нет места страху. Нет места. Никакому страху. Да. Страх здесь запрещен. И это привело нас к тому, что мы хотим обсудить сегодня. Потому что, когда Исаака изгнали, а его фактически изгнали, выгнали, жители ему завидовали, ревновали. И они выгнали Исаака. Он удалился в другую сторону, и он наткнулся там на источник. Он начал копать и наткнулся на эту подземную реку. Он начал процветать и там. А голод вернулся на старое место. Когда Исаак удалился, условия сопутствующей голоду вернулись. Однажды царь Авимилех сидел в своем дворце и подумал, хорошо, Исаак был здесь, у нас не было голода, и вот Исаак ушел, и у нас опять голод. Дважды два четыре. Дважды два четыре. И что он тогда сделал? Он и его главнокомандующий нанесли визит Исааку. Давайте начнем читать с 28 стиха. Это книга Бытия, 26 глава, 28 стих. Где? Бытие 26. Тут сказано. Я начну с 26. Пришел к нему из Герара Авимилех и Ахузав, друг его, и Фихолвэ, начальник его. Значит, Авимилех, царь Авимилех, взял лучшего друга и своего начальника с собой, чтобы увидеться с Исааком. Подумайте об этом. Хорошо. Он хочет что-то узнать. И вот 27 стих. Исаак сказал им, «Для чего вы пришли ко мне, когда вы возненавидели меня и выслали меня от себя?» 28 стих. Посмотрите. «Глория, именно так этот мир будет видеть нас». Хорошо. Посмотрим. Они сказали, «Мы ясно увидели, что Господь с тобою. И потому мы сказали, «Поставим между нами и тобою клятву и заключим с тобой союз, чтобы ты не делал нам зла, как и мы не коснулись до тебя, а делали тебе одно доброе и отпустили тебя с миром. Теперь ты благословен Господом». Они пришли к согласию с ним. Они пришли к согласию. Мы хотим быть друзьями. Давайте дружить. Давай будем дружить. Хорошо. Первая страница. Да? Уберите эту страницу. Я хочу, чтобы вы это увидели. Первая страница. Хорошо. Да, вот так. Да. Посмотрите там на стихи с 20 по 28. И что я там написал? Да, вот оно. В новом живом переводе сказано, «Мы четко и ясно видим, что Господь с тобой». Он что-то увидел. Процветание. Я записал это, потому что вы это сказали во время одной из наших передач. Мы будем цитировать друг друга. Я знаю. Но вы сказали, «Процветание в нашей жизни и на нас является свидетелем благости Божьей». Когда в нашей жизни можно видеть проявление процветания, особенно во время голода. Еще одна вещь. Я должен сказать это прежде, чем мы двинемся дальше. Это то, что сказал брат Копланд. Он сказал так, «Не ждите, пока придет голод, чтобы поверить Богу». Да, это правильно. Он сказал, «Не меняйте свой образ жизни. Всегда продолжайте ходить верой. Продолжайте верить Богу. И станет лучше». Он это сказал. Всего несколько минут назад. И я хочу добавить к этому, потому что у нас довольно большая семья. Да. У нас где-то человек 15 внуков и детей, и все взрослые процветают, потому что они воспитаны на Слове Божьем. Так что все дети преуспевают, потому что их родители преуспевают. Да. По мере того, как они растут, они узнают, как поступать по Слову, как приносить десятину и быть сеятелем. Именно такой должна быть семья. И быть жнецом. Мы являемся символом процветания. Хорошо. И еще в одном переводе 28 стих звучит так. Мы осознали, что Бог на твоей стороне. Могли видеть благословение. Понимаете, благодаря процветанию. Слава Богу. Увидели благословение. Еще в одном переводе сказано. «Теперь ясно, что Господь благословил тебя». Прочитаю кое-что из книги пророка Захарии, 8.13. В новом живом переводе. Мы говорим о том, что мы символ благословения. В тяжелые времена мы с вами призваны Богом быть символами благословения. Чтобы люди видели на нас благословение. Чтобы они приходили и говорили, «Да что вы такое делаете? Как так получается, что вы побеждаете эти проблемы? Вы преуспеваете, а мы так тяжело живем». Поэтому мы садимся вместе со Словом Божьим и начинаем показывать им, как они тоже могут преуспевать. Знаешь, в хорошие времена это так не видно, как в плохие, в напряженные времена. Да. Люди видят благословение на других людях. Да. И они хотят знать, как получается, что все ваши счета оплачены. Да. Почему у вас есть и это, и то? В наше время. В наше время. Так что это доказательство. Процветание — это свидетельство, это благословение. Исцеление является свидетельством. Исцеление является благословением. Да. Я так рад, что мы живем в Форт-Уорте. Потому что несколько лет назад наша мэр поговорила с мужчиной, который возглавляет ее комитет веры, и они решили, нам нужно молиться в отношении всей этой ситуации с Эболой. Слава Богу. И среди тех, кого они пригласили молиться, была моя жена Терри. Это хорошо. Она встала и помолилась молитвой веры. Слава Богу. Ну вот в чем дело, это потрясающе. У нас есть мэр, который хочет молиться. Это потрясающе. И послушайте, наш город меняется. Он благословлен. Форт-Уорд — благословенный город. И другие города начинают смотреть на эту модель. Они просыпаются. Слава Богу. Потому что Слово Божье все изменяет. Они видят нас и видят нас благословленными. Подумай об этом, Джордж. Благословение такое хорошее, легко приспосабливается. Она может прийти на одного человека. Всего на одного человека. Да. Она может прийти на одну семью. Она может прийти на один город. Это здорово. Она может прийти на одну страну. Она может прийти на весь этот мир, если люди поверят этому. У меня мурашки побежали по коже. Я буду рад видеть президента, который призывает к молитве. И который скажет, народ, у нас в стране есть серьезные проблемы. Нам нужно молиться. И есть много людей, которые откликнутся на этот призыв молиться. И это тоже очень важно. Это важно, да. Много людей верят в Бога. Однако происходит много событий. Например, мы будем молиться за Форт Уорд. У нас есть мэр, женщина, отвечающая за то, что происходит в Форт Уорте. И это мэр хочет молиться. Хорошо. Хорошо, у нас очень много мест писаний для этой передачи. Они все есть в ваших тезисах. Воспользуйтесь ими, скачайте их для себя. Просмотрите их всех. Но давайте прочитаем то, что написано в книге Захарии 8.13, в новом живом переводе. Там сказано, Иуда и Израиль у народов стали символами проклятия. Больше так не будет. Теперь я спасу вас и сделаю вас обоих символом и источником благословения. Исаак был символом благословения, но он также был и источником благословения. Да, верно. Поэтому не бойтесь и не смущайтесь, но вместо этого продолжайте отстраивать храм. Он обращался к Божьему народу. Да, Божьему народу. Церковь – это Божий народ. Церковь – это Божий народ, рожденные свыше люди. Так что нам следует ожидать, что это будет работать в нашей жизни. Я сделаю вас. Будет работать. Теперь я спасу вас и сделаю вас как символом, так и источником благословения. Символ и источник благословения. Новый живой перевод Библии. Мы представляем благословение Господне. Прочитай еще пару мест посылок. Прочитай остальное. Я сделаю вас и символом, и источником благословения. Не бойтесь и не смущайтесь. Поэтому не бойтесь и не смущайтесь. Но вместо этого продолжайте отстраивать храм. Не прекращайте. Продолжайте работать. Аллилуйя. Хорошо. 66-й псалом. Это в пункте 3. Хорошо. В одном из переводов сказано. Боже, да возблагодарят и восхвалят Тебя народы. Да возблагодарят и восхвалят Тебя все народы. Земля. Продемонстрируй свое богатство. Хорошо. Ты отмечаешь нас благословением. Замечательно сказано. Боже, ты отмечаешь нас благословением. Аллилуйя. Мы отмечены благословением. 12-я глава Бытия. В одном из переводов сказано. Я произведу от Тебя великий народ и благословлю Тебя изобилием благоволений. И сделаю Твое имя известным и выдающимся. И будешь Ты в благословении, распространяя добро на других людей. В Тебе будут благословлены все племена и народы на земле. Разве это не потрясающе? Через Тебя они благословятся. Так что мы являемся символом благословения Господня. Через Тебя они благословятся. Когда они Вас благословляют, одним словом, они получают возврат. Возврат. Совершенно верно. Слава Богу. Хорошо, и еще, на следующей странице, пункт номер 5. Таразаконе, 28 глава, 10 и 11 стихи. В одном из переводов сказано. «И увидят все народы земли, что Ты назван именем Господа, и убоятся Тебя. Не даст Тебе Господь избыток процедания». Больше, чем достаточно. Больше, чем достаточно. «И увидят все народы земли, что Ты назван именем Господа, и будут относиться к Тебе с уважительным трепетом. Бог будет щедро одаривать Тебя всякими благами, в плоде чрева Твоего и в плоде скота Твоего, и в урожае с Твоей земли, на той земле, которую Бог пообещал Твоим предкам дать Тебе». Какое потрясающее исследование Ты провел. Писание за Писанием. Филиппийцам, 2 глава. «Чтоб Вы могли показать себя безукоризненными и непорочными, невинными и чистыми детьми Божьими, незапятнанными посреди извращенного и злого поколения, среди которого Вы сияете, как яркий свет в темном мире». Так что мы являемся ярким светом в темном мире. Закончу следующим. У нас есть послание «Принципы Царства Божьего». Это передача с братом Кеннетом и Биллом Уинстоном. Хорошо, давайте послушаем. Готовы? «Он хочет, чтобы Вы проявили на земле все, что обеспечили небеса. Он хочет, чтобы люди видели через Вас, каковы небеса. Он хочет, чтобы Царство Божье было представлено через Вас на этой земле, чтобы люди могли видеть, какой на самом деле Бог. «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе». Мы являемся символами сверхъестественного процветания в тяжелые времена, чтобы люди могли видеть Божью благость в нашей жизни, и чтобы мы могли демонстрировать, что они могут принимать то же самое. Я сейчас отниму одну минутку, но мне это нравится. Детьми Божьими, незапятнанными посреди извращенного и злого поколения. Значит, это работает посреди всего, что есть вокруг вас, и что варится в одном котле, как говорится. Глория, спасибо вам. Посреди извращенного поколения. И среди злых людей. Если мы ходим прямо перед Богом, мы получаем благословение, независимо от ситуации на бирже, несмотря на происходящее на земле. Слава Богу. Вы попали прямо в точку. Спасибо. Посреди извращенного и злого поколения мы сияем, как яркий свет. Слава Богу. Мы не подчиняемся контролю давлению этой мирской системы. Скажем так, времена подчиняются нам в нашей жизни. Да, времена подчиняются. Мы не можем сделать это для кого-то, но мы можем сделать это для себя. А те люди, которым это не нравится, могут сделать это сами для себя, если обратятся к Слову Божьему. И мы действуем посреди этого мира, но не от этой вавилонской системы и экономики. Да, точно. Мы действуем согласно экономике Царства Божьего. Мы были избавлены от власти тьмы. То есть от власти нищеты, власти болезней. От власти проклятия. И введены в Царство Его возлюбленного Сына. Из одного места переведены в другое. Да, фактически. Мы переехали из одного места в другое. Хотя мы посреди этого мира, мы не от него. Да, верно. Мы не принадлежим этой мирской системе. Поэтому в разгар голода, посреди экономического спада, мы процветаем. Мы продолжаем процветать и возрастать. И этому есть много библейских примеров. Да. Я имею в виду, что мы не просто выходим из этого левого поля. Да. Так происходило с Божьим народом. Они процветали во время голода. Когда ни у кого не было еды, у них еда была. Поэтому не имеет значения, через что вы сейчас проходите. Несмотря ни на что, несмотря на то, что сегодня происходит в вашей жизни, возлагайте свою надежду на то, что, находясь в Царстве Божьем, вы действуете под благословением Господнем. И благословение все изменит. Да. Оно развернет все на 180 градусов. Благословение будет воздействовать на все. Совершенно верно. Оно повлияет на вашу работу, на вашу семью, на ваши финансы. Поэтому мы не подчиняемся никакому пути, по которому движется эта мирская экономическая система. Спасибо, Иисус. Мы принадлежим экономике Царства Божьего. И мы в этом возрастаем и развиваемся. Да. Мы уже рассматривали эту тему. Это по Писанию. Дни неба над землей. И упоминали много различных моментов. И сегодняшний день называется «Небеса посреди проблем». Это по Писанию, да. Дни неба на земле. Второзаконие 11 глава. Скажу так. Давайте обратимся к второзаконию 11 главе. Я знаю, что мы должны были начать с 16 главы Иоанна. Но у меня есть слово, пророческое слово, которое Господь дал брату Копланду в 2008 году. Давайте освежимся. И мы с Глорией разберем его вместе с вами. Просто покажем вам, как реально жить в такие времена, как эти. И как процветать. Не просто выживать, как процветать. И не терпеть неудачу. Хорошо, Глория? Я думаю о вас, когда читаю это, потому что в 18 стихе 11 глава Второзакония сказано. «И так положите сие слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и добудут они повязкую над глазами вашими, и учите им сыновей ваших, говоря о них». И скажу вам, Господь меня сейчас здесь останавливает. Послушайте, это ключ к тому, как процветать в тяжелые времена. Да. Нужно поместить Слово Божие не только в свое сердце. Да, нам нужно наполнять свое сердце Словом Божьим, но также и в сердца наших детей, говоря о них. Когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их, то есть эти слова, на косяках дома твоего и на воротах твоих. Иными словами, окружи себя Словом Божьим. Будь окружен Словом Божьим все время. У меня есть маленькие карточки, и одна из них прикреплена в ванной комнате на зеркале. Ты ожидаешь сегодня свое самое большое благословение. Она у меня уже давно. А наши дети, у нас уже несколько поколений детей, которые выросли на Слове Божьем. И никто из них не живет в нищете. У них хорошие дома. У них есть все самое лучшее, о чем они верят. Так что это не только для одного поколения. Да. Мы должны учить своих детей, чтобы они ходили в этом. Совершенно верно. Слава Богу. И мы должны записывать Слово Божье на косяках дверей наших домов. Я подумал о холодильнике. Я люблю бывать в домах людей и смотреть на холодильники. Однажды я зашел к Келли. Мы с Терри были у нее, по-моему, обедали. И я начал рассматривать ее холодильник. Это удивительно. По холодильнику вы можете узнать, о чем люди верят. Да. Я имею в виду людей веры. Я посмотрел на холодильник Келли, и там у нее были разные вырезки, фотографии, некоторые места описания относительно того, о чем она верила. Я получил очень хорошее представление о том, о чем Келли верила в своей жизни. Аминь. И что она делала? Как написано в Библии. И напиши их на косяках дома твоего. Конкретно в том случае это была дверь холодильника. На косяках дома твоего и на воротах твоих. То есть важно держать Слово Божье перед собой все время. И быть сосредоточенным на нем. Именно это мы и должны делать в такие времена, как эти. Мы должны быть сфокусированы на Слове Божьем. И не смотреть ни налево, ни направо. Но должны смотреть прямо. Прямо на Слово Божье. Я еще вернусь к этому месту. Но я хочу прочитать еще кое-что. Господь показывает это местописание. Это так хорошо. Мы в восторге. Одно затрагивает другое. Вот это местописание. Не открывайте его. Я хочу, что вы остались на прежнем месте во второзаконии. А это место из книги притчи 4 главы. Это 20 стих. Сын мой, слова моим внимай. И крича моим, преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих. Храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их. И здравие, то есть лекарство, для всего тела его. Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Отвергни от себя лживость уст. И лукавство языка удали от себя. Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои донаправлены будут прямо пред тобой. Прямо пред тобой. Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои добудут тверды. Не уклоняйся ни направо, ни налево. Удали ногу твою от зла. Это говорит нам, что мы должны быть сфокусированы на Слове Божьем, даже в самые худшие времена. Мы должны просто отшлифовать себе Слово Божие, потому что вот здесь, теперь, в 11 главе второзакония, в 20 стихе, здесь сказано, «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы...» В 21 стихе, в оригинале это звучит так. «Умножились дни ваши и дни детей ваших на той земле, которую Господь склялся дать». Сам вашим как дни неба на земле. У нас есть время чем-то поделиться. Да. Вы знаете, в нашей семье несколько поколений. Да. «Положитесь ей слова мои, — сказал он, — в сердце ваше, в вашу душу, и навяжите их в знак на руку свою, и добудут они повязкую над глазами вашими». Да. Верно. «Вы никогда не должны забывать эти вещи. И учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. И тут сказано, «И напиши их на косяках дома твоего». И в 21 стихе, «Дабы умножились дни ваших и дни детей ваших». Хорошо, правда? Да, это хорошо. Я раньше это как-то не связывала. «На той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, подобно дням неба на земле». Итак, у нас три поколения. И наши дети, внуки и правнуки, все служат Богу. Все они приносят десятину. Все они благословлены. Все они приумножаются. Их нужды восполнены. Слава Богу. У них хорошие дома. Удивительно, правда? Дни неба на земле доступны. Я слышал, как об этом говорил Джерри Савелл и другие служители. Но вы можете направить три поколения в одном направлении. Все замкнулось. Да. Я это помню. Да, так и есть. Слава Богу. Это воля Божия для нас, независимо от того, какие сейчас времена, жить так, чтобы видеть проявление дни неба на земле. Да. Да будет воля Твоя и на земле. Аминь. У нас дома, как на небе. И для других людей мы должны быть отображением небес. Это является проявлением благословения, которое Иисус приобрел и заплатил для нас. Он лично искупил нас от проклятия, чтобы мы могли жить в благословении. А теперь мы передаем это нашим детям. Они живут в благословении. Они передают это своим детям. Они живут в благословении. Все они живут в благословении. Это напомнило мне цитату из цикла проповеди брата Кеннета Копланда и пастора Билла Уинстона. Принципы Царства Божьего. И вот что сказал пастор Билл Уинстон. Он хочет, чтобы вы проявили на земле то, что обеспечили небеса. Он хочет, чтобы вы проявили на земле то, что обеспечили небеса. Он хочет, чтобы люди видели нас и благодаря нам понимали, каковы небеса. Понимаете? Полное благословение. Полное благословение. Он хочет, чтобы люди видели нас и через нас могли понять, каковы небеса. Понимаете, о чем он здесь говорит? Чтобы, смотря на нас, люди видели, что мы являемся свидетельством небес. Мы являемся свидетельством благословения Господнего. То есть дни неба на земле. Он хочет, чтобы Царство Божье было представлено на этой земле через нас, чтобы люди видели, какой Бог на самом деле. Я это понимаю. Разве это не прекрасно? Это доступно каждому? Доступно каждому верующему. Благословение. Вот слово от Господа. Пророческое слово. Вы тоже можете его скачать для себя. Зайдите на наш сайт на английском языке. И там найдите пророчества, записи, тезисы. Это чудесный подарок. Там все тезисы, каждая передача. Да, хорошо. Я проверил. Они все там, на нашей странице в интернете на английском языке. Итак, пророческое слово, которое Господь дал брату Копланду в октябре 2008 года. Я подумал, что мы изучим это вместе. Аминь. Это сильно. В свете процветания. Посреди проблем. Господь сказал, не обращайте внимания и не делайте никаких планов на основании того, что говорят средства массовой информации или политики. Это важно, очень важно, потому что они повторяют то, что говорит этот мир. Они голос этого мира. И если вы в этом мире, и вы ничего не меняете, чтобы попасть в церковь, в Царстве Божьем, тогда это будет для вас истиной. Но если вы обратитесь к Слову Божьему и войдете в Царство Божье, вы будете благословлены. Вместо того, чтобы обращать внимание на то, что говорят средства массовой информации, мы обращаем внимание на то, что говорит Слову Божьему. Я проведу вас через проблемы. Через трудные. Я проведу вас через трудные времена. Смотрите, тут так и сказано. Стойте на моем слове в Иоанна 16 главе. Внимайте мне. Я, Дух Святой, подчинюсь. Стихи 13-15. И будущее возвещу. Да, именно так. Я проведу вас через трудные времена. Слава Богу. Вы будете подготовлены ко всему, что может произойти. Что бы ни случилось. Если вы сеятель, если вы приносите десятину, если вы верите Слову Божьему и поступаете по Нему, то вы пройдете через трудные времена. Вот что сказал брат Коппункт несколько дней назад, когда заглянул сюда в студию во время перерыва. Он сказал, что не нужно ждать голода, чтобы затем созидать свою веру. Да, верно. Мы должны сделать веру частью нашего образа жизни. Это правда. Мы так и сделали. Мы так и сделали. И это сработало. Да. Продолжай, Джордж. Всего так много глории. Я знаю, это очень насыщенно. Это очень, очень насыщенно. Одно место об этом, которое сейчас пришло в мое сердце. Одно место Писания. Хорошо. Я прочитаю это вам. Первое послание Петра, 5 глава, 6 стих. Именно такое отношение сердца должно у вас быть постоянно в такие времена, в которые мы живем. Я прочитаю это. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Все заботы ваши возложите на него, ибо он печется о вас. Дальше сказано. Трезвитесь, мудрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостоите ему твердую веру, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире. Боже всякой благодати, призвавший вас в вечную славу своего Христе Иисусе. Сам, по коротковременному страданию вашим, тут следовало бы сказать, не страдание, а после того, как вы выстояли. После того, как вы выстояли на Слове Божьем, да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Что очень коснулось меня, так это то, что мы должны трезвиться и бодрствовать. Мы должны быть очень внимательными. Мы должны быть на стороже и должны слушать Духа Святого. Быть водимыми Духом Святым. Слушать, что говорит Дух Святой в отношении того времени, в котором мы живем. Слушать Духа Святого, когда внутри вас Он, например, говорит, купи сейчас золото, или же продай эту акцию, сделай это прямо сейчас. Дух Святой будет вести и направлять нас. Как сказал однажды Билли Бримм, Он внутренний гид. Внутренний гид, совершенно верно. Во всех сферах жизни. И Он сказал, Я проведу вас через все сложные времена. Это потрясающе. Иоанна 16, 13. Когда же придет Он, Дух Истины, то Он оставит вас на всякую истину. Ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. И будущее возвестит вам. Он прославит Меня. Потому что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое. Потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Кое-что пришло в Мои сердце сейчас. Я долго не вспоминал об этом. Это касается брата Хейгена. И он рассказывал, как Господь однажды начал говорить ему о приближающемся кризисе. Да, я помню. Скажи мне детали. Бог показал ему, что будет экономический спад, кризис. И у брата Хейгена было водительство от Духа Святого. И Господь сказал брату Хейгену, «Я хочу, чтобы ты сократил некоторых людей из своего штата». И потом он сказал, «Я хочу, чтобы ты начал создавать себе резервный счет, накопительный счет, чтобы ты создал финансовый резерв». Поэтому брат Хейген отправился в офис, пригласил сотрудников штата, рассказал им то, что сказал ему Господь. И были определенные люди, с которыми ему пришлось расстаться. Он помолился с каждым из них. И думал, что, возможно, они помогли им в плане трудоустройства. И помолились за них. И затем они начали создавать этот резервный фонд. Поэтому, когда грянул кризис, служение было готово, они были подготовлены. Они не сбились с ритма. Поэтому Дух Святой, Он будет возвещать нам будущее. Он покажет нам, что грядет, в том числе и в финансовом мире. Дух Святой откроет нам, что нам нужно делать, что нам нужно посеять, что нам нужно говорить, как нам нужно подготовиться. Дух Святой показывает нам, что делать, чтобы подготовиться к любым будущим событиям и всему, что может произойти. Это великолепно. У меня тут все эти заметки летают по всей комнате. У этого мира серьезные проблемы. Но для дома веры и для того, кто крепко держится моего слова, все будет хорошо. Перед началом передачи мы говорили о том, как Бог вывел народ израильский, из Египта. Да, верно. Это хорошо, Джордж? Это абсолютно подходит. Он им сказал конкретно, что делать, перед тем, как нагрянул голод. Хорошо. В 104-м псалме сказано, «И вывел израильтян серебром и золотом, и не было в коленах их болящего». Он их вел. Он вывел детей Израиля, из Египта. И они оказались в пустыне. Дух выведет нас. И Дух Святой... Вывел их в безопасное место. Не может вывести нас никуда, кроме как к процветанию. Он не может привести нас в плохое место. Он не может этого сделать. Это невозможно для Него. Верно. Совершенно верно. Он не может привести вас к неудачи. Он не ведет вас в проклятие. Да. Ему нужно вывести вас из проклятия в благословение. Все, что он знает, это как вывести нас оттуда. Это все, что он знает. Слава Богу. Хорошо, мы должны заканчивать. Давай. У нас осталось пару минут. У меня уже есть план. Единственный план для вас. И он хороший, очень хороший. Следуйте согласно этому плану. Он не только выведет вас, но он поставит вас на очень высокое место. Сильное место победы. Вам придется дисциплинировать себя и старательно меня слушать. У других голосов тоже будет план. Слово, идеи для вашего будущего и безопасности. Не слушайте эту вавилонскую систему. Она разваливается на части. Система Царства Божьего сильнее, чем когда-либо. Мое Царство процветает, и благословение – это то место, где нужно быть. Держите свои глаза на моем слове. Слушайте его. Оно будет вести вас, а я буду исполнять его. Любите меня. Любите мой народ, как я возлюбил вас. Ходите в этом. Любовь не терпит поражения, и также не терпит поражения мой план. Будьте осторожны. Будьте свободны от жадности и скупости. 1 Тимофея 6.10. Должно оставаться на первом плане ваших мыслей. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбя. Дальше. Если будете это выполнять и пребывать в этом, вы войдете в свое богатое место. Аминь. У вас должно быть это пророческое слово. Оно есть заметка. Хорошо, мы поместим это все онлайн. Вы сможете найти его в интернете. Слава Богу. Если вы будете это выполнять и пребывать в этом, вы войдете в свое богатое место. Место, которое на высоте. Место во мне. Уже запланированное, уже подготовленное для вас именно сейчас. Здесь. Не на небесах пока что. Но это будет похоже на проявление небес прямо посреди всех проблем. Слава Богу. И вы сможете достичь большого количества страдающих людей. Достичь их благой вестью Евангелия. Я скоро гряду. Скорее, чем вы думаете. Скорее. Не сводите свои глаза с меня, и ваша работа будет выполнена. Это потрясающе, Джордж. Разве это не так? Разве мы в своей собственной жизни не видим, как он направляет нас, хранит нас? Он направил нас к этой недвижимости здесь. А потом оказалось, что здесь, на всей территории, есть природный газ. Не думаю, что мы это знали до нашего приезда сюда. Дух Святой вел вас к избытку. И он будет делать это всякий раз. Да. Аминь. Но мы полностью отдавались выполнению того, что Бог говорил нам делать. Что ж, у нас есть все инструкции здесь, в слове. Аминь. Читайте, изучайте. Чем больше вы будете поступать по слову Божьему в финансовой сфере, тем больше вы будете благословлены. Да. Слава Богу. Да, Глория. И вы будете наслаждаться преуспеванием и благословением Божьим. Я очень взволнована, потому что я вижу, как это сработало в нашей жизни. Знаете, у нас не было денег приобрести здесь эту собственность. Но Господь управил это для нас, и мы ее купили. А потом мы обнаружили, что тут есть газ. А благословение уже тут было в ожидании нас. Говорю вам, это работает. Мы верим. Сверхъестественная защита Сверхъестественная мудрость Или еще можно сказать библейское здоровье Библейское здоровье Библейское богатство Библейская защита Вот что это такое Сверхъестественное Да Поступать по Библии у вас будет сверхъестественным Глория, 10 дней назад Мы начали говорить о процветании в трудные времена И что мы не подчиняемся сложным временам, в которые мы живем Мы не живем под властью, контролем и правлением Этой вавилонской системы Под властью, контролем и правлением вавилонской мировой системы Наоборот, эти времена подчиняются нам Все это подчиняется Слову Божьему Мы живем в Царстве Божьем Колоссянам 1 глава Это было нашим главным местом Писания Колоссянам 1 глава, 12 стих Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии Участию Участие, это большое слово Участниками в наследии святых во свете Он дал нам такую возможность Он дал нам такую возможность И знаете что? Я упомянул это пару дней назад Мое наследие не колеблется вместе с подъемами или спадами в экономике Да, это правда Я так благодарен за это Я очень благодарен за то, что экономика Небесного Царства стабильна и сильна И она постоянно развивается Аллилуйя 13 стих Избавившего нас от власти тьмы и введшего То есть Бог уже ввел нас в Царство возлюбленного Сынства Если вы во Христе Иисусе Вы избавлены от власти тьмы То есть от всего проклятия От всякой тьмы От всего проклятия И введены в полное благословение Из полного проклятия В полное благословение Я помню, у нас была какая-то часть этого полного проклятия Да И мне нравится полное благословение Я сам люблю полное благословение Аллилуйя Хорошо, мы были переведены в другое Царство Да И теперь мы узнаем, как жить в Царстве Божьем в такое время, как наше Вначале мы узнаем, как это делать, а потом мы это применяем Да, нужно применять Если вы не будете применять на практике свои знания, это не проявится Но мы будем это практиковать Это потрясающе Мы практикуем то, что узнали Вот почему Мне надо это записать Мы уже записываем Вот почему я получаю такое удовольствие от передач с вами Потому что вы что-нибудь скажете, и мне хочется сказать Подождите, выключите камеры, мы запишем это Слава Богу И вот что мы делаем Мы берем все эти глориизмы Хорошо Записываем их А потом вносим в тезисы И у вас они уже Вместе с комментариями Глори Я могу получить их копию? Можете получить их копию Глория Есть слово Слава Богу Которое дал Господь Пророческое слово, над которым я постоянно раздумываю И о котором я размышляю снова и снова Это пророческое слово пришло через брата Коплана на конференции верующих в августе 2010 года 2010 И я размышляю об этом постоянно И фактически это послужило вдохновением для этой серии передачи Это уже наступило, это все уже есть сейчас на рынке Это все в сегодняшних новостях Подумайте о том, где мы были в 2010 году и что произошло с тех пор и что происходит в разных странах В том числе в нашей стране Да В этом слове сказано У этого мира серьезные проблемы И я тут кое-что встал Это 6 августа 2010 года Да, это 6 августа 2010 года Скажу вам Как-то я смотрел новости в прошлом месяце Происходило столько различных событий И один комментатор Смотрел в камеру И просто рассказывал обо всех этих событиях Вдруг он остановился и посмотрел в камеру Я тоже остановился и замер Было понятно, что он уже не читает стили суфлера Он посмотрел в камеру и сказал Этот мир в огне И я видел, что он сказал это от всего сердца Знаете, он покачал головой Этот мир пылает Посмотрите вокруг, этот мир в огне Поэтому в этом пророческом слове так и сказано У этого мира серьезные проблемы Но для дома веры И для тех, кто крепко держится моего слова Крепко держится Все будет хорошо Какое слово от Бога? Все будет хорошо Когда я читаю это пророческое слово Я отношусь к нему как к Слову Божьему И я размышляю и разбираю и рассматриваю О чем оно нас предупреждает Какие в нем есть распоряжения Ты знаешь, что я из этого извлекаю? Во-первых, тут сказано Все будет хорошо Но я беру в этом Все будет Хорошо Хорошо Да, все Все в нашей жизни Когда мы ходим по Слову Божьему И верим Богу Все Абсолютно все Все Аллилуйя Все будет хорошо Слава Богу У этого мира серьезные проблемы По всему миру в разных местах грядут тяжелые события Они и сейчас такие И знаете, Глория, это было в 2010 году И положение не стало лучше Нет Давайте читать дальше Ситуация будет становиться все хуже и хуже Вот почему мы должны оставаться людьми веры Вот почему мы должны занять позицию И быть людьми 111-го псалма Когда наше сердце утверждено, укоренено Основано на Слове Божьем И нас ничто не поколеблет Именно такими людьми мы должны быть в этот день и час Эти события будут становиться все хуже и хуже Этот мир катится вниз и не может остановиться Но для дома веры все будет хорошо Аллилуйя Вам нужно будет занять позиции Вам нужно будет подвязаться добрым подвигом веры Мы можем это сделать Это правда Но когда вам не нужно было это делать Сейчас опасные времена Это опасные времена в финансовом плане Это опасные времена для земли Потому что земля находится под огромным грузом греха Под землей, в океане и на небе происходят разные вещи Есть места и возникают различные ситуации Все трещит и потрясается В разных местах земля пытается расколоться на части Но мы должны помнить следующее Мы в мире, но мы не от мира Слава Богу Да, мы не от мира всего Аллилуйя Иисус так и молился в Иоанна 17 Мы не от мира Вот еще некоторые инструкции Стойте на моем слове И к вам это не приблизится Потрясающее, потрясающее слово Мне это нравится Прославляйте и поклоняйтесь моему имени Не вносите страх и проблемы в свою жизнь Через слова своих уст Перестаньте жить в том доме Этот дом Мы говорим о жизни в доме веры Да Здесь сказано Перестаньте жить в доме сомнений Перестаньте жить в том доме Вернитесь назад сюда В дом веры Питайтесь моим словом А не хлебом печали Смотрите мне в лицо Прославляйте и поклоняйтесь И проповедуйте слово Божье Прославляйте и поклоняйтесь И проповедуйте слово И все будет хорошо Разве это не великолепно? Дальше сказано Ваше время пришло Глория, наше время пришло Пришло время для тела Христова Для таких времен, как эти Мы нужны здесь и сейчас Сейчас ваше время превосходить Сейчас ваше время, чтобы делать огромные Чрезвычайные дела В финансовом мире В мире медицины И во всех сферах Где этот мир в таком отчаянном положении И так запутался Что они не в состоянии понять Насколько они на самом деле запутались Смятение под проклятием Да, смятение это часть проклятия Им больно И они из-за этого плачут Но для тех, кто обитает в Доме Веры Это я Все Будет хорошо Хорошо Аллилуйя Теперь вторая страница Я выделил пять вещей, которые мы должны Делать, чтобы процветать трудные времена Пять вещей Глория, я просто взял их Из этого пророческого слова Он сказал, что мы должны Крепко держаться Слово Божьего Я думал об этом И я подумал о том, что мы должны Не просто прилепиться к Слову Божьему Но когда вокруг нас происходят Различные события Вокруг нас бедствие и беспорядок Мы в буквальном смысле должны Крепко держаться за Слово Божьем И когда обстоятельства говорят, что у нас проблемы Что у нас не получится Происходит то, произошло это Что мы делаем? Мы обращаемся к Слову Божьему Мы прилепляемся Прилепляемся к Слову Божьему К Слову Божьему Мы не держимся за обстоятельства Мы не держимся за то, что говорит этот мир Мы крепко держимся за то, что говорит Бог Мы не держимся за них Мы держимся за добрые новости Хорошую весть Я верю Богу Каким вестям поверите вы? Аминь Это правильно, Джордж Мне это нравится Я нашел место Писания в притче 6.20 Сын мой, храни заповедь Отца твоего И не отвергай наставления матери твоей Навяжи их навсегда на сердце твое Обвяжи ими шею твое Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя Когда ты пойдешь, они будут руководить тебя Когда ты пойдешь, то есть куда бы ты ни шел Когда ляжешь спать, будут охранять тебя Когда пробудишься, будут беседовать с тобой Потрясающе Это в новом живом переводе Будут советовать тебе Слово Божье будет давать советы Разве это не прекрасно, Джордж? Мне это нравится Знаете, Глория, мы уже вошли в наши трудные времена И мы видим, что у этого мира серьезные проблемы Но наставления, которые дает Господь, не такие уж и сложные Они те же самые Они все те же самые И в хорошие времена, и в плохие Для нас наставления одни и те же Мы делаем то же самое То, чему вы с Каннетом учите тело Христово То, чему Каннет Хейген учил тело Христово И другие учили до него Стоять на Слове Божьем Основываться на Слове Божьем Мы должны крепко держаться Слово Божьем Вот еще одно наставление Займите позицию В Ефесянам 6 главе в одном из переводов сказано Облекитесь в полное вооружение Божьей Оружие тяжело вооруженного солдата, которое обеспечено Богом Солдата, которое обеспечено Богом Чтобы вы могли успешно стать против стратегии козни дьявола Поэтому наденьте все, все оружие Божье Чтобы вы могли противостоять и устоять на своих позициях в злой день опасности И уразуметь Устоять, не сдаться Дьявол будет говорить вам, что выхода нет Что с вами покончено, вам конец Да, покончено Что уже все Но Библия говорит, что вы можете противостать Вы можете противостать Если вы внутренне соберетесь и сделаете это Да Вы можете противостать И тут сказано Устоять и удержать свои позиции в злой день опасности И выполнивши все кризисные требования Твердо стоять на своем месте Поэтому станьте Станьте Проявляйте твердость Слава Богу Несколько дней назад я уже делился с вами Что когда в те ранние дни служения я путешествовал с братом Кеннетом Он делился разными вещами И говорил о том, к чему призвано это служение Мы говорили об этом некоторое время назад Что служение призвано учить законам, управляющим сверхъестественным избытком и процветанием Он говорил, что это служение призвано, как он сказал Миссия Кеннета Копланда призвана учить людей тому, как взять Слово Божье и победоносно исполнять Да, верно Аллилуйя Фактически именно это и выполняет данное служение Это поручение Твердо стоять в вере А чтобы мы были в доме веры Защищенными от всего происходящего в мире Нам придется узнавать Как стоять и основываться на Слове Божьем Верно И не сходить с него И не сходить с него Не говорить ничего другого Не говорить и ничего противоречащего Не говорить ничего противоречащего Тому, что говорит Писание Я наблюдал за вами с Кеннетом Я изучал вас Я научилась не говорить ничего другого И вы тоже Да, я с вами более сорока лет Подумай только, Джордж И будучи вашим зятем Я оказывался в стратегических местах И в стратегическое время Я просто наблюдал, как вы с Кеннетом постоянно стоите на Слове Божьем Слава Богу Не имеет значения Оно у нас есть И имею в виду, что мы приняли наставление Мы понимаем, что если мы хотим быть свободными Нам придется подчиняться Слову и говорить Слово Божье И я был с вами, когда мы с Терри к вам приходили Собирались вместе как семья И вот Пророк Божий Достает свою Библию и учит нас тем же самым вещам Тому же самому Чему он учит вас Да, верно Чему он учит нас Все преодолевшее Все преодолевшее устоять Устоять Именно он, Глория, фактически Обличил меня И подтолкнул в правильном направлении Когда дело касалось свободы от долгов Как я уже говорил, в те далекие 90-е годы Мы с Терри взяли долг Для того, чтобы купить дом Мы посеяли свой дом А потом пошли, взяли кредит на покупку нового дома И как-то брат Кеннет пригласил меня на эту передачу Я как раз таки делился о том, как жить без долгов И вот я сижу там, напротив него И вдруг он задает свой знаменитый вопрос Перед всем миром Он посмотрел на меня и сказал Джордж, позволь мне задать тебе один вопрос У вас в Терри был дом Вы посеяли его Вы освободились от долга И вы посеяли дом кому-то И затем он спросил Зачем вы снова влезли в долги? И вот что получилось Кэрол, которая стоит за той камерой Она фактически была там Я только помню, что ощущение было Как если бы из этой комнаты полностью высосали воздух Я помню Кэрол за камерой Которая смотрела на камеру Чтобы увидеть, что происходит И я что-то начал бормотать Думаю, если вернуться и посмотреть ту проповедь Ту передачу Я просто запнулся И брат Кеннет сказал Я скажу тебе почему И он начал учить меня Глория Прямо там на передаче Как поднять мою веру до нужного уровня Как верить Богу относительно дома Без долгов И фактически помог мне И провел меня через это И когда я вернулся домой С той передачи И я сел вместе с Терри И сказал Мы освобождаемся от этого долга Как можно быстрее И Бог это сделал Бог вывел нас В сборе провели серию передач О том, как верить Богу о доме А также учили на тему 21 день к вашей свободе от долгов Вы можете найти все эти передачи на нашем сайте И слушать их и узнавать Возможно верующему Верующему, совершенно верно Аминь Так что нам пришлось занять позицию в Слове Божьем Хорошо, номер три Вам нужно будет подвязаться добрым подвигом мира А теперь задумайся на мгновение вот о чем Насколько лучше вы живете сегодня благодаря тому, что ты занял такую позицию? Вы без долгов? Да, мы без долгов У вас красивый дом У вас есть все, что вам нужно и нет долгов У нас нет долгов Потому что вы поступили по Слову Божьему Я вспоминаю, что я тогда сидел на той передаче и думал Когда Канет это мне сказал Я думал про себя Это мне на пользу Это мне на пользу Это мне на пользу Прими это, возьми это Это мне на пользу И знаете что? Я должен это понять Так и было Было полезно Это было мне на пользу Но я уже натренировал себя Это произошло где-то в 1998 году на передаче Да А я начал тренировать себя с 1975 года Что когда Канет поправляет меня И исправляет меня Я просто держу свой рот на замке И говорю, да, сэр Да, сэр Как-то одно время я пытался спорить с ним Но потом понял, что это не работает С тех пор я больше этого не делаю Да, я быстро учусь Итак, мы подвязаемся добрым подвигом веры Мы ходим верой Подожди, Джордж Когда вы читаете Подвязайтесь добрым подвигом веры Это не значит, что оно упадет на вас сверху Как любил говорить Брат Хейгель Да, вишни с дерева Как спелые вишни с дерева Вам придется бороться Если вы платите наличными за машину, дом или что-то еще Вам придется бороться Но эта борьба будет добрым подвигом Добрый подвиг, вера Если вы в ней победите А вы всегда сможете победить, если будете твердо стоять Вот еще что сказано Прославляйте И поклоняйтесь моему имени Я забыл добавить там Да Но он также сказал Прославляйте и поклоняйтесь и проповедуйте слово Прославляйте и поклоняйтесь и проповедуйте слово Вот 9-й псалом Буду славить тебя, Господи, всем сердцем моим Возвещать все чудеса твои Буду радоваться и торжествовать о тебе Петь имени твоему Да, аллилуйя Всевышний Когда враги мои обращены назад Слава Богу То приткнутся и погибнут пред лицом твоим Когда вы славите Бога, ваши враги обращены назад Аминь Именно так тут сказано Хорошо, номер 5 Не вкладывайте страх и проблемы в свою жизнь Второе послание Тимофея 1-7 Ибо Бог дал нам духа небоязненную силу любви и целомудрия То есть здравого ума Иоанна 14-я глава Иисус сказал Да не смущается сердце ваше Кто отвечает за твое сердце? Да, но я несу ответственность Ты должен нести ответственность Я должен за него отвечать За состояние моего сердца Но вы должны питаться Словом Божьем Питаться Словом Потому что именно так это в него попадает Слово попадает вам в глаза и уши А потом оно попадает в ваше сердце И там оно говорит к вам Тогда оно становится силой Тогда оно становится верой и побеждает мир Да, Глория У нас осталось 15 секунд Итак, это были главные 5 вещей На основании этого пророческого слова, Глория Завершу цитатой пастора Билла Уинстона Хорошо Что бы ни случилось У Бога есть место укрытия И сохранности для его народа Это абсолютная истина Но чтобы он делал это в нашей жизни Мы должны ему позволить войти и учить нас Поэтому наше мышление должно обновляться Делать то, что он говорит В отношении того, что мы с вами можем процветать В трудные времена Слава Богу И вот что замечательно в нашем партнерстве с этим служением С вами и Кеннетом Это то, что мы верим Что мы сеем И это семя поднимает нас вверх Когда мы сеем в эту миссию Мы как раз недавно говорили о том, что скоро миссии Каннета Копланда будет 51 год И мы процветаем Мы не просто выживаем Это служение несет Слово Божье по всему миру Охватывая весь мир Я пришел сюда на работу в 1975 году И именно тогда я начал И моя первая работа была связана с отправкой почты Перед этим у брата Копланда Это было Слово от Господа О том, чтобы доносить бескомпромиссное Слово веры Всеми возможными методами Да Тогда не было интернета, например И всего, что доступно нам сейчас Но миссия Каннета Копланда буквально охватывает весь мир В какой бы части мира вы ни находились Миссия Каннета Копланда транслирует передачи Проповедует и что-то где-то делает 24 часа в сутки 7 дней в неделю Это чудо Подумайте об этом Представьте себе И мы, Стэри, являемся верными партнерами миссии Каннета Копланда Поэтому мы сеем наши семья Я тоже партнер И мы хотим, чтобы вы знали, как мы очень ценим вас За то семя, которое вы сеете по всему миру Отец, мы благодарим тебя за чудесные семья Семья, посеянные нашими партнерами и друзьями Чтобы это Евангелие распространялось от одного конца мира до другого И чтобы через это служение люди узнавали Как стоять на Слове Божьем И ходить в победе Во имя Иисуса мы молимся Во имя Иисуса Аминь Аминь Потрясающе, Джордж Это огромное удовольствие быть на этих передачах Ты как всегда являешься огромным благословением Мы любим слушать Слово Божье Это большое удовольствие Это потрясающе Замечательно Бог благой Да, Он благой Вернитесь и прослушайте эти передачи еще раз Питайтесь ими Вы можете найти их на нашем сайте в интернете И в тезисах, которыми Джордж поделился с вами онлайн Он очень щедрый Я хочу когда-нибудь и сама это проповедовать Я буду помнить, что это твоя заслуга Фактически у нас нет никакого извинения Если у нас в сердце нет Слова Божьего Нет его перед глазами и в ушах В сердце и на наших устах Потому что мы научены Это поколение, которое было научено Бог дает вам процветание при успевании И вы цветете, если вы живете по Слову Божьему Это Глория Коупленд и Джордж Пирсонс напоминают вам Иисус Господь